Всем привет! Меня зовут Екатерина Плана. Добро пожаловать на мой канал, где я рассказываю тюлюсь хитростями, которые помогут в изучении английского языка. Английский не такой страшный, как его рисуют. Я расскажу, как начать, продолжить и в итоге заговорить на этом варварском языке. Как просто и эффективно можно его выучить и использовать в реальной жизни. Сегодня я покажу полезные времена, выражения, клише и крылатые фразы, которыми можно пользоваться везде и всегда. Подписывайтесь на канал, тут будет много интересного и неожиданного. Итак, поехали! Сегодня мы просто и бесхитростно разберем пары английских слов, которые часто путают. И сегодня это буква С. И начнем мы с пары Cereal и Cereal. Слова отличаются лишь написанием, но произносятся одинаково. Cereal – это каша, мюсли, хлопья. В предложении выглядит следующим образом. My father has always had cereal for breakfast. Мой отец всегда ел кашу на завтрак. А сейчас давайте посмотрим, как эти пары слов употребляются в предложениях в реальной речи. Frank, that cereal is for children. Enjoy this script. Get me arrest warrants on Kate Libby, alias Acidburn, Emmanuel Goldstein, alias Serial Killer, Dade Murphy, alias Crash Override, also known as Zero Cool, and Paul Cook, alias Lord Nikon. Serial – серийный, последовательный, порядковый. В предложении выглядит следующим образом. This looks like a serial killer's work. Это похоже на работу серийного убийцы. А сейчас давайте посмотрим, как эти пары слов употребляются в предложениях в реальной речи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Слово capital имеет несколько значений. Заглавная буква, капитал, столица, в предложении выглядит следующим образом. Честер побывал в городе Бразилия, столица Бразилии. А сейчас давайте посмотрим, как эти пары слов употребляются в предложениях в реальной речи. No Roman army has entered the capital in a hundred years. And I've got a contract that represents an investment of capital. In Sierra Leone, Revolutionary United Front forces have been sited within 10 kilometers of the capital city of Freetown. Do you hear me? Can anybody guess what city was capital of the United States of America from 1790 to 1800? Capital означает здание Конгресса США. В предложении выглядит следующим образом. Posey visited the cafe in the basement of the capital after watching a bill become a law. После того, как закон приняли, Posey сходила в кафе на цокольном этаже здания Конгресса. А сейчас давайте посмотрим, как эти пары слов используются в предложениях в реальной жизни. Don't shop for anything on capital street. Let's let the merchants down on capital street build the economic tension. Right now, the contents of your head are the property of capital pictures. How warm, Jaroson, that we were going to the capital. Следующая пара – это Conscience и Conscious. Conscience – это совесть. Давайте посмотрим, как это слово используется в предложении. My conscience troubles me. Меня совесть мучает. А сейчас давайте посмотрим, как эти пары слов употребляются в предложениях в реальной речи. Conscience, Charlie. Conscious – это находящийся в сознании и сознательный осознанный. Предложение выглядит следующим образом. Я хорошо понимаю, что я делаю. Это осознанное решение. А теперь давайте посмотрим, как эта пара слов используется в реальной речи. Следующая пара – это Комплемент и Комплемент. Комплемент значит дополнение. Это слово часто используют, чтобы описать вещи, которые хорошо сочетаются. В предложении выглядит следующим образом. Зелёные ботинки Честера прекрасно подходили к его куртке. А сейчас давайте посмотрим, как эти пары слов употребляются в предложениях в реальной речи. Комплемент переводится как Комплемент по хвала. В предложении выглядит следующим образом. Пози получила массу комплиментов в адрес своей фиолетовой фетровой шляпы. А теперь давайте посмотрим, как эти пары слов используются в реальной речи. Спасибо, что досмотрели видео до конца. На сегодня это всё. Сегодня мы с вами разобрали букву «С» и пары английских слов, которые часто путают. Подписывайтесь на канал, сделайте красную кнопочку серенькой, чтобы не пропустить ничего интересного. Нажимайте на колокольчик. Ну а я с вами увижусь в следующем видео. Пока-пока!